всем привет как-то играя far cry я заметил такую штуку когда заходишь в реку она тебя сносит озеро стоит нормальным а вот река сносит я решил замутить такую же функцию так скажем механику которая нам будет позволять все-таки в речке как говорится сноситься да вот нас река сносит и при этом сносит в определенные места то есть смотрите мы можем задавать направление скорость и так далее то есть если я допустим сейчас под настрою скорость допустим равный побольше будет другой да вот видите рывками но это нюансы которые нам необходимо будет решать можно даже не решать но будет больше затрачиваться упор так скажем на процессор и видеокарту так как же мы будем это делать для начала давайте вот у меня есть вторая ложбина где мы будем как раз таки делать речку давайте создадим эктор заново ривер теперь кидем сюда какой-нибудь кубик сделаем мы его поплоще подлиннее и пошире накинем сюда материальчик какой-нибудь у меня вот как говорится материалы я взял 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 давайте вот этот этот же материал кинем вот такая вот движущая речка да ну там принципе как вам удобнее как вам интереснее красивее также сюда кидаем бокс коллизию она как раз таки будет считывать нашего персонажа единственный вариант это у нас обязательно определенные расстояния там да то есть определенные размеры по желанию конечно это сделать прям ровно вместе с рекой ну я сделаю вот так там ладно в принципе не особо опасно опасно лишь высота потому что если у нас коллизия будет находиться выше мы на земле даже начнем двигаться думаю достаточно будет так и нам все даже надо такой компонент как тэрол с помощью нее мы будем указывать куда будет перемещаться персонаж поставим ее вот так скомпилируем выставим на сцену у нас речка маленькая сейчас немножко придется ее повернуть и расширить это я делаю чисто ну так как как говорится для интереса чуть-чуть сдвинем его так кубик кубик сделаем так arrow у нас где она не вижу давайте выше поднимем чтобы видно было то есть направление у нас не очень да вот прям как раз таки по течению реки выставим прямо там уже не важно так и сделаем несколько копий чем прикол вот этот arrow нам будет давать возможность поворота и соответственно мы могли управлять рекой то есть если у вас какие-то изгибы реки вы можете задавать вид течения да в эту сторону в эту и так далее если вы вот так вот то есть но мы сразу заодно и посмотрим да как у нас все и будет происходить еще один теперь заходим в ривер и создаем ту систему которую нам будет в этом помогать begin play мы пока удаляем а давайте нет оставим ее на всякий случай возможно кое-что я еще придумаю точнее я уже кое-что придумал смотрите можно на винтик посадить но говорят что я винтик все-таки это штука не резиновая и желательно ее меньше использовать но в данном случае пока посажу на винтик можно будет потом на са таймер посадить во первых нам нужно бокс коллизи определить когда персонаж что не заходит когда персонаж из нее выходит так если наш перша нас мы его запоминаем так и напишем это плеер возможно это не плеер да кстати я не проверял на экторах которые не являются персонажами если их поставить будут ли у них изменяться положение это надо будет проверить как-нибудь позже так создаем переменную которая у нас будет определять персонаж в воде или нет in river player что не такое да человек река или нет если он зашел мы с вами гавычку если же персонаж выходит из нее из этой коллизии галочка вычеркивается на данном случае все да то есть мы просто запоминаем и отправляем теперь нам надо сразу же проверять это у нас персонаж зашел или же нет да ну что-то кто-то что-то для того для того чтобы управлять если да давайте на таймлайн поставим небольшой которым будет у нас указывается все таки движение вставляем две точки первая точка первая точка у нас 00 будет вторая точка у нас единица единица то есть 11 и общая длина единица то есть просто прямая это как минимум здесь у нас все то есть у нас появляется load которая таки и будет типа изменения теперь наш плеер берем получаем его локацию то есть позиция get actor location далее мы сразу разворачиваем splitStruct pin и чтобы у нас x, y и z было и далее из них мы будем подавать куда необходимо посылать персонажа теперь этот мы берем умножаем возьмем float давайте сразу вытащим promote variable и передадим это значение как speed speed river это у нас скорость реки скомпили дадим значение давайте полотенник пока достаточно я думаю на event time event tick точнее у нас достаточно будет нет даже малом возможно сейчас проверим теперь так как мы указываем куда нам плыть нам нужен arrow получаем куда направлен данный данная стрелка get forward вектор раскрывая в список то же самое как мы и сделали с эктором теперь нам нужно сложить flow to float с этим так же снова сложить с игреком так как нибудь вот так вот закинем и после сложения мы складываем еще и здесь то есть наша позиция плюс скорость реки с подачей и как говорится у нас получается вот сама 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 та перемена само то значение так по z мы будем подавать напрямую потому что потому что нам не нужно вверх подниматься и персонаж в принципе не взлетает даже если мы поставили он бы все равно падал потому что у него есть и притяжение к земле и далее мы из плеера вытаскиваем такое значение как setActorLocation setActorLocation подсоединяем на update разворачиваем new location splitStruck pin подсоединяем x подсоединяем y и подсоединяем z и вот такая вот билиберда получается у нас по сути это все 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 управление давайте проверим насколько это работает ухты 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 autosic то работает наверное слишком много так окей 50 а кстати у нас eventick у нас возможно он да ну да он неограниченный там наверное давайте выставим пятерочку посмотрим так не туда вот куда мы стрелку указали туда он и плывет так теперь давайте стрелочки вернем все-таки в нормальное положение ой нету наверх поворачиваем а а а а а бывает же в мире косяки да короче он персонажа считывает немножко по-другому. У нас как стоит персонаж, я так предполагаю, что он тот и то положение считывает. Вероятно. Так, посмотрим так. Видите, кстати, коллизии у нас это находится. Хотя нет. Как раз таки, когда заходим в реку. Но насчет неправильной ориентации движения, это, конечно, проблема. Давайте еще раз проверим. Так, ну вроде все правильно, но почему почему-то у нас не хочет корректно передавать. Ну, это тестовый вариант. Я вообще не помню, чтобы в каких-то играх особо так использовали реку прям с направлением движения, с направлением течения. А также можно здесь еще сделать такую штуку, как анимации и так далее. То есть берем просто персонажа. Где у нас персонаж? Так, animation. Соответственно, в blueprint мы здесь получаем нашего персонажа. cast character, first person character, да? Подключаем его. Создаем переменную. Допустим, так, откроем персонажа. допустим, переменную inriver, что-нибудь, да? И когда у нас персонаж заходит в воду, так, вот допустим, overlap, да? Здесь мы сразу, наверное, здесь он, он не получит нас. Надо будет кастовать сначала. Так, 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 сперстан character. Set in river делаем. Посылаем то, что он в реке. Ну и позже просто когда выходит персонаж, галочку снимаем. Так. Да. Персонажа, наверное, закомпилить надо было сначала Все, правильно Персонаж не закомпиливает, что-то хочу Так, все То есть передаем ему значение И, соответственно, уже в анимациях мы вытаскиваем данное переменно GetInRiver Создаем здесь переменно Какой-нибудь серверап, я не знаю И как бы мы будем записывать Далее Мы уже на Анимационном Механике Тут пропишем Какая анимация и так далее Но это, в принципе, уже Сугубо личное дело Но Главное победить направление движения персонажа То есть если мы здесь какую-то анимацию воткнем Так Опять InRiver Давайте Магулин Так Думаю, должна проигрывать Сейчас посмотрим Все работает То есть Вы можете там Как будто бы он борется с водой Сделать И так далее Вот такой вот небольшой урок С кривыми руками, как говорится Но мы что-то сделали До скорой встречи, друзья В принципе В принципе Если кому что-то такое Нравится Интересует И, кстати К вам сразу вопрос В каких играх Существует течение реки Кроме Far Cry 5 Пишите в комментариях До скорой встречи Пока Пока